Скрытые патрули ГИБДД будут выявлять нарушителей, которые пользуются телефоном во время движения. Все подробности смотрите в этом видео. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это канал Автосправочное. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что скрытые патрули будут фиксировать нарушители, которые пользуются телефоном во время движения за рулем. Подробности об этом привело информагентство ТАСС со ссылкой на начальника Центра безопасного вождения МВД России. По его словам, при скрытом патрулировании сотрудники ГИБДД будут устанавливать таких нарушителей визуально, а также они смогут применять фото- и видеофиксацию. Что это означает? То есть скрытые патрулирования подразумевают под собой патрулирование на автомобилях, которые не оснащены спецсигналами и не имеют специальной цитографической схемы. То есть визуально эта машина по сути никак не отличается от гражданской. Таким образом получается, что внутри такого автомобиля находится за рулем автоинспектор и в салоне сидит его напарник, который как раз таки может снимать на фото и видео таких нарушителей. По сути это представляет собой некую скрытую съемку. Вообще ажиотаж с этим скрытым патрулированием начался еще на прошлой неделе. Я напомню, на прошлой неделе был официально опубликован проект нового регламента ГИБДД, за который ухватились многие СМИ. Хотя, как я уже рассказывал ранее, в действующем регламенте ГИБДД, который вступил в силу еще в 2017 году, скрытые патрулирования уже было предусмотрено. То есть на сегодняшний день, даже несмотря на этот новый проект, сотрудники ГИБДД могут вести патрулирование и фиксировать такие нарушения, как опасное вождение, выезд на встречную полосу, превышение скорости, использование телефона за рулем и некоторые другие, передвигаясь на автомобиле без спецсигналов и без светографической схемы. Единственное отличие, которое подразумевает новый регламент, в отличие от действующего варианта, сотрудникам ГИБДД при скрытом патрулировании разрешат не находиться в форменной одежде. То есть, получается, и автомобиль будет выглядеть полностью как гражданский, и водитель с пассажиром внутри также могут находиться без формы. Соответственно, при таком раскладе вы уже никогда и никак не узнаете, что это не обычный водитель с пассажиром, а патруль ГИБДД. Однако, согласно проекту этого регламента, для того, чтобы производить какие-то административные действия, в том числе оформление нарушения, сотрудникам ГИБДД все-таки придется находиться в форменной одежде. То есть, получается, если они будут патрулировать без формы, они смогут только ввести фото-видеосъемку, а уже останавливать нарушителя и оформлять его будет другой экипаж, информация к которому поступит от этого скрытого патруля. Кроме того, если автомобиль не оснащен спецсигналами, то на нем также нельзя будет вести преследование. То есть, если нарушитель заметит такой скрытый патруль, попытается скрыться, то, естественно, на автомобиле без мигалок, без сирен осуществлять погоню такому экипажу будет запрещено. Я напомню, согласно действующим правилам, находясь за рулем, нельзя пользоваться телефонами и другими устройствами без использования громкой связи или каких-то других устройств, позволяющих разговаривать без помощи рук. За нарушение данного пункта ПДД водителям грозит штраф в размере 1500 рублей. Что вы думаете по этому поводу? Пользуетесь ли вы телефоном за рулем? И как вы относитесь к тем, кто постоянно разговаривает по телефону, не отрываясь от руля? Пишите в комментариях. Все, всем удачи на дорогах и всем пока! А если тебе понравился этот ролик, не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк. Также, чтобы быть в курсе всех последних новостей, советую нажать на колокольчик, чтобы при появлении новых материалов тебе всегда приходило уведомление. А своим мнением по данному ролику ты можешь поделиться в комментариях.